В квартире Николая Пантелеевича Фоменко телефон не смолкает с утра. Поздравляют родственники, друзья, коллеги, руководители городов и районов. Сам юбиляр признается, к вечеру немного устал. Все-таки 90 лет. От имени областного правительства, почетного гражданина Самары, поздравила замминистра образования Надежда Колесникова. Она же вручила конверт с самым титулованным текстом от президента России. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости, духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. О своей жизни Николай Пантелеевич Фоменко рассказывает, вспоминая только по-доброму, даже самые трудные годы. Участник Великой Отечественной войны, создатель Самарского, тогда Кубышевского телевидения, почетный гражданин города. Родился в Воронежской области, окончил восьмеретку, затем война. 17-летним парнем он записался в добровольцы. Воевал на Дальнем Востоке, в боях под Харбином получил тяжелое ранение. После войны учился в вечерней школе, а затем в Одесском электротехническом институте связи. По его окончании в жизни Николая Пантелеевича начинается Самарский период. В 1957 году совершилось событие, о котором позже он написал книгу «Чудо 20 века». Был принят первый телевизионный сигнал. Начинается эпоха телевидения. Я занимался только разведителем телевидения. Я строил передачки Тольятти, Сергиевский большинство телевидения. Мачта 250 метров. И построил контор своей деятельности там. И покрыл, по сути, область телевидения. Телевизионных чудес в его жизни было немало. Одним из первых в стране Николай Фоменко решил организовать независимую телекомпанию «СКАД», президентом которой был 16 лет. Все сотрудники всегда вспоминают не только стиль его руководства, но и яблоки, выращенные на даче Фоменко, которые он привозил на угощение всем. Сейчас у меня груш много. Я в прошлом году кого-то только не обеспечивал. И наш департамент грушами, и соседей, и друзей, и журналистам привозил. Когда-то, ну, девать ехать, жалко. Яблоки, яблоки раньше было. Сок делал, вино делал. Здесь специалист хороший по вино. Итогом большого пути стала автобиографическая книга «Былое. От тихой сосны до берега Волги». Откровенно о жизни и работе книга издана небольшим тиражом, в основном для близких людей. Впрочем, и в 90 лет Николай Пантелеевич полон творческих планов и собирается издать историю связи Самарской области. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Судья, когда судил.